Олег, мы все тебя с нетерпением ждали в нашей студии, видишь, тебе даже подходили сфотографироваться, чтобы ты дал автограф. Ну, начнем с того, что вышла новая премьера «Майор Гром. Игра». Это как? Это получается вот третья часть, четвертая? Это считается сиквелом, потому что был «Майор Гром. Чемной доктор» и второй большой кинотеатральный фильм «Майор Гром. Игра». А посерединке выходил короткометражка, ну, длиной в час, называлось «Трудное детство». Там мы рассказывали о том, откуда такой вот герой, как Игорь Гром взялся, что не так с его характером, почему он такой нелюдимый и почему так амбициозно он и непримиримо борется с преступностью. В общем, это был как бы его лор, его начало. Ну, я видела как раз маленький ролик Тихона, который говорит, что сейчас вот именно в части «Майор Гром. Игра» у него какие-то чувства появились, еще что-то. Потому что он делал так, а то я был таким, все бу-бу-бу, да бу-бу-бу. В табуреточном, да. Но мы искали эту форму, вот, сложно было понять, насколько жанровое кино вообще адаптивно для российской культуры, для родной речи, условно говоря. И в первом фильме он был такой, ну, действительно более, что ли, глянцевый, жанровый от слова, формальный. Там много всего интересного, правда, приключенческое такое, ну, крутое, интересное кино. Но с точки зрения вот такой фактуры глубинной, драматизма, он был чуть попроще, там было много твистов. Второй фильм мы поняли, что все-таки, все-таки нашему российскому зрителю академическая русская литература, она и есть фундамент. Мы все это проходили в школе, и нам как бы, особенно когда мы говорим о тех фильмах, которые снимаются, производятся в России, нам вот эта, ну, блокбастерность, скажем так, западного образца, она не так близка, и нам все-таки нужна драма, нужно приземляться. Наш герой должен страдать, вот, и мы должны видеть это страдание. Мы же это любим! Да, да, и к этому мы пришли вот, к второму фильму, на трудном детстве мы испытали и попробовали это, там, она такая суровенькая драма. И в игре, конечно же, ну, заземлили персонажи, чтобы они все-таки там не летали, а ходили твердо по земле. Почва зыбкая, вот, драма имеется, и это ближе нашему российскому зрителю, как показала практика. Со сцены на премьере ты озвучил, что никто не верил в этот проект с самого начала, да, когда вы это все принесли, я так понимаю, Михаилу Китаеву, или он позже подключился? Он пригласил меня. Ну, Артем Арамович Габрилианов придумал эти комиксы еще в далеком 2012 году, и, ну, он большой ребенок, мечтатель, и он решил, что пора снимать кино по комиксам. А комиксов уже огромное количество, там, ну, за 12 лет очень много всего написано, целая вселенная с огромным количеством персонажей, игром только один из них. И вот он понял, что пора, пора, и вот мы встретились вместе с Мишей, вместе с Артемом. Мне кажется, это был такой год, когда никто не понимал, что происходит, и такие проекты было вообще, в принципе, страшно даже брать. Как дошло дело вообще до съемок? Самое интересное и удивительное всегда случается там, где ты его не ждешь. Только мечтатели и безумцы создают действительно уникальные вещи. Я считаю, что Артем такой, и рядом с ним вместе мы этим безумием также теперь одолены, заражены. Ну, и я вижу, что спустя вот пять лет, как вот мы начали заниматься нашей киновселенной, и к сегодняшнему дню скепсис, он створяется, исчезает. Он говорил, зачем это все, это американское, это там какое-то еще, в России такого нет. Российская культура адаптивная, она гуттаперчевая, она изменчивая. Но он стал героем, он стал супергероем нашей российской действительности. Мы вот смотрим, он живет в Санкт-Петербурге, да, вот эти реальные улочки, где мы все ходим, кто-то там живет, и он прям как-то вот, ну, случилось вот это. Да, мы над этим работали, я считаю, что не существует ничего невозможного. Если чего-то не существует, это можно создать, если приложить туда любовь, усилия, старания, профессионализм, ну, голем оживает. Ну, какой он вот по характеру, на твой взгляд, потому что все мы смотрим с экрана по-разному, да, на этого героя. Вот каким ты его создавал? Ну, не лично ты, а вся ваша команда. Что это за супергерой, герой нашего времени? Это сломленная личность. Да, человек с невероятно сильным хребтом, вот, но который весь мир пытается вот так вот свернуть в баранку. Мне кажется, это как-то близко и понятно русскому человеку, когда-то вся твоя жизнь — это сражение. И самый главный, самый главный твой противник — это не какой-то окружающий мир, а ты сам, вот. Это герой, который борется. Он не супергерой, он нормальный мужик. Какое будущее вообще у этого жанра? Насколько долго мы еще сможем зарабатывать на супергероях? Здесь вопрос не про заработки, а про мечту, опять же, еще раз. Потому что, ну, планы огромные совершенно. Есть литературный первоисточник, это графические романы. Их огромное множество, есть огромное множество вселенных, героев, которые происходят и в Петербурге, и в Москве, и в параллельных реальностях, и в других мирах. Там много всего придумано. И снимать можно еще долго. Очень интересные истории. Мы начинаем с чего-то самого понятного, простого, осуществимого в рамках российской экономики. Начинаем с этого. Потихонечку возможностей становится все больше. И мы видим, что зрителей становится все больше. У нас появился целый так называемый фандом. Такого в российском кино еще не существовало. То есть это огромное количество поклонников, которые создают, генерируют бесконечное количество творчества и искусства. Это фанфики, это рассказы, это рисунки, это дизайн, это все что угодно. Косплей. Мы как бы стали таким сверном нового вида поп-культуры в нашей стране, и он наш. Понятное дело, что это. Мы не здесь его придумали, но мы здесь все так освоили его. И я смотрю на молодежь, и не только на молодежь, вот, ребята там и до 30, и после вовлекаются в это. Это просто такое пространство, площадка, где можно заниматься творчеством и, ну, как-то мечтать. Возвращаясь к картине, ну, это не секрет, кино идет три часа. Да. Вот, тут вопрос. То есть в театре есть антракт. Ну, не три, 2.48. 2.48, хорошо, да. Это вообще меняет дело. То есть в театре все-таки есть антракт, где ты можешь выйти, освежиться, а здесь вот три часа ты должен просидеть в кинотеатре, в зале. Насколько вот нашему современному зрителю, учитывая, да, вот нашу эту клиповость этих роликов по минуте по три секунде, можно удержать. Возможно, возможно, кино, потому что действительно интересное. Это, несмотря на такой большой хронометраж, супердинамичная история. Там нету ни секунды, когда можно заскучать. Там все время что-то происходит, но над этим мы активно работали. И понимали, что эту историю, учитывая, как много всего мы закладываем в этот фильм, чтобы ветвилось в нашей киновселенной с персонажами, зацепками на будущие проекты, короче, ее сделать было невозможно. Но мы пошли на это и со знанием дела сделали эти три часа настолько увлекательными, насколько возможно. Там все спектры эмоций зритель может спитать, все абсолютно. И возраст не так важен. Самое главное просто включиться и внимательно наблюдать. А там происходят настоящие русские горки. И также важно сказать, что люди как-то по привычке говорят, о, три часа так долго. Но мы порой можем не обратить внимание, как, не знаю, сидя в телефоне, просто проходят там полдня, а ты не то что там в туалет, ты просто не отвел взгляд. Мой идеальный день. Да, мы смотрим сериалы очень подолгу. Вот, поэтому время проводим в кинотеатре. Если кино интересное... Дома, это дома, понимаешь? Это не так важно. Когда ты увлечен или увлечен беседой, или просмотром кино, или послушанием музыки, время летит незаметно, если ты увлечен. А мы сделали все для того, чтобы зритель был максимально вовлечен и увлечен, чтобы там было куда посмотреть, было как забыться на эти три часа. В этом плане ничего не пугает. Мне кажется, мы проделали такую работу, которую еще никто не проделывал. Графика потрясающая. Да, и еще такая важная вещь по поводу трех часов. Это такая, мне кажется, концептуально важная штука, что мы, так как мы по-настоящему любим то, что мы делаем, мы создаем эту вселенную не потому, что мы решили какой-то там сварганить кинопродукт. Да, и такие, ну вот кинопродукт, он должен быть удобный, съедобный, понятный, смешной, веселый, грустный. Мы хотим создать вселенную, и хотим, чтобы появилось такое пространство, куда зритель может прийти и, ну, остаться там, открыть для себя что-то новое. Мы создаем мир, вот. Поэтому упреки про длительность, ну, ничего страшного, ничего страшного. Я не упрекала. Если только вы... Я не про вас, ни в коем случае. Вот, если только позволишь себе прийти туда, там точно, точное сердце расцветет. Вот, это будет круто. Люди стали больше смотреть наших отечественных сериалов и ходить в кинотеатры, хотя сейчас сложно. Смотреть что-то другое, да, понятно, что концепты изоляции. Да, именно в кинотеатре. Я считаю, что это идет на пользу и зрителю, и создателям. Это очень-очень все нам помогло. Хотя было страшно поначалу. Как же мы без Warner Brothers? Ну, и как-то, оказывается, как-то можем. Вот, оказывается, если что-то хочется посмотреть, ты всегда найдешь. Где? Вот, недорого это все стоит, и очень удобно, кстати. Вот. А российское кино, теперь есть возможность, ну, внимательно посмотреть, а не просто, вот, смотреть российское, не, не пошел, а вот иностранное. Ну, плевать, что там Годзилла, не знаю, там ящерица бьет, самое... Ящерица душит обезьяну два часа, ну, неважно, зато голливудское. Вот эти вещи потихонечку уходят, и мы начинаем обращать внимание на российское кино, возникает диалог, которого так не хватало. Поэтому я вижу в этом огромную пользу и перспективу. Потому что, ну, если мы сами себя не будем любить и поддерживать, мы никак ничего толкового не сделаем. Вот. И я это как создатель ощущаю. Я ощущаю эту поддержку, которая происходит из нашего сообщества, от нашего зрителя. Она невероятно мотивирует. И, на самом деле, она является таким очень важным, ключевым фактором для развития. Пока мы сами себя не полюбим, нас никто любить не будет. Ты как раз, пока мы себя не полюбим, никто нас любить не будет. Ты сказала, что после последней своей сейчас картины ничего делать не будешь и будешь отдыхать. Да. Да, к чему вопрос, значит. Я знаю, что проекты вот такого масштаба делаются несколько лет, то есть там не пару месяцев. Но появилась какая-то новая тенденция. Тот же самый Гай Ричи, который сейчас штампует почему-то картину за картиной. И у нас в России тоже. Он же старый, ему на пенсию зарабатывать, не знаю. Может, у него какие-то проблемы. Я не знаю. Может, лодка в кредит. Да, но у нас тоже появилась какая-то некая тенденция. Даже я там смотрю, там у одного режиссера по несколько картин выходит в один год. То есть там 15-25 съемочных дней как-то они что-то, значит, там сняли, выпустили, сняли, выпустили. Это какое-то новое веяние или это просто для зарабатывания денег? Вот что это? Я думаю, что это связано с тем, что платформы сегодня очень активно готовы покупать и производить контент. Люди готовы много часов проводить, больше чем три за раз. Проводить, глядя все, что только возможно. Иностранного контента официально-лодизионного нету. Запрос есть большой. И поэтому есть огромное количество людей, режиссеров, создателей, продюсеров, сценаристов, которые готовы создавать так много, как берут. В этом плане я немножко из другой песочницы. Я вот как попугай-однолюб, я готов взяться за одно дело и дальше вот им заниматься. Для меня важно это, а не количество. Меня не так беспокоят финансы, деньги и какая-то вот такая вот суета. Мне нравится создавать что-то одно прекрасное и по-настоящему любимое. Как воспитывать ребенка? Можно наружать сразу 120, можно воспитать троих. Вот мне второй вариант подходит гораздо больше. И у нас вся такая команда. Собственно, мы этим все и любим друг друга. Мы просто по-настоящему любим кино, а не, не знаю, премьеры. Не могу не рассказать зрителю, что первый «Лед» снял ты, потому что, может быть, многие не знают, когда это был просто, ну, я не знаю, взрыв в киноиндустрии. Почему остальные два снимал не ты, учитывая такой, ну, просто бешеный успех? Я вот ровно об этом так что вам рассказал. Мне очень понравилась и была прекрасная работа на «Льду», но я понял, что мне хочется чего-то еще, чего-то другого, и я безумно рад, что встретил Артема Габрилианова и вот эти истории. Ну, я просто вырос, ну, понимаете, на вот этих боевиках, на приключениях. Мне хотелось создавать это. Романтическая комедия, мюзикл — это не мой самый любимый жанр. Я супер его полюбил, пока мы работали. А так не скажешь. Но сердце лежит, вот оно, ну, по-настоящему лежит где-то здесь. Ну, и в артхаусе, вот, но это пока не до него. Ну, давай расскажем, что ты хотел поступить на актерский, а мама твоя тебя отговорила. Да, и правильно сделала. Да, это такая тяжелая работа. Так, подожди, ну, расскажи мне, как это произошло? Как она тебя уговорила пойти на режиссуру? Ну, я очень любил музыкальные видео. Я когда... Это долгая история, но, в общем так, я однажды увидел японский телеканал, и там были клипы музыкальные. А я вырос на севере, где этих, на крайнем севере, там не было телеканалов, где показывают вот что-то такое. У меня взорвался мозг, я сказал, я просто вот это хочу, не знаю как. Ну, эта любовь, она как вот протянулась там с 10 лет до 16, и я понял, что мне вот это интересно, вот снимать вот эту странную штуку, которая называется видеоклип, музыкальный клип, заниматься музыкой, потому что у нас музыкальная семья, и вот что-то такое вот создавать, что-то такое связанное с дизайном, с какими-то непонятными вещами. Вот, хотелось этого. Ну, и как бы работа артистом, это такая тоже вещь естественная, КВН и так далее, и так далее. Вот, это было понятно. А режиссура для меня была какой-то, ну, я мальчик с крайнего севера, из поселка, называется Искатель, на берегу реки Курья, всю жизнь прожил. И, ну, для меня это какие-то были такие странные и вообще, ну, неведомые вещи, как, не знаю, там, астрофизика для Сурка, вот, или там енота. Что знаете енота об астрофизике? Вот, вот, ровно столько же я знал о режиссуре. И поэтому, ну, было понятно, ну, артистом, наверное, артистом буду. Но я, к счастью, провалил все экзамены, вот. А, то есть ты все-таки поступал? Поступал, да, и провалил все. И слава богу, вот, я очень рад, что оказался там, где я нахожусь сейчас. Наше нынешнее молодое поколение понимает, что вот у него есть смартфон, вот у него есть какие-то разные социальные там сети, еще что-то. Он там сам смонтировал, все это сделал, вылил сеть, стал звездой. А где же вот это, когда там пять лет учишься, понимаешь, это режиссуре. Сдаешь экзамены, то есть хоп, и все, и ты режиссер, или что теперь? Как, вот, где этот наш... Ну, хоп, ты режиссер, мне кажется, все-таки глобально это в итоге решает общество и рынок. Да, ну, назваться можно, я могу назваться как. А как же эти скандалы по поводу, у тебя есть актерское образование, у нее нету? Бездарные совершенно скандалы, мне кажется, бездарные. Все-таки, ну, существуют люди безумно талантливые и просто мощные умом и душой, которые могут создать что угодно. Не знаю, Том Форд, пожалуйста, он, ну, вообще, ну, занимался модой, модельер, человек искусства. А потом снимает кино. И это кино, ну, невероятное. И я думаю, а как так? Да, или Джаред Лето, пожалуйста, да, музыкант, артист. Талантливые люди умеют совмещать. Образование — это очень прекрасная вещь, но, знаете, ну, каждый год выпускаются сотни, сотни, там, режиссеров, артистов и так далее. Не все из них, имея образование, чего-то, ну, что-то получается. Я не говорю там о тех, кто действительно талантлив, но что-то не удалось. Ну, в целом, образование — это просто инструмент. Но как им воспользоваться? Это каждый, каждому по уму, каждому по способностям. Вот. И в отсутствии образования, ну, это не мешает человеку понять, как и что делается, не мешает ему обрести самость. Вот. Это только инструмент. Он может помочь, но может и не помочь. Я вот тут интересную слушал, значит, читал, точнее, заметку про Калифорнийский университет, самый дорогой университет по кино в мире. Вот. Собственно, там Скорцезе преподает, и, по-моему, он там учился. И вот, значит, девушка, которая поступила туда, а там, по-моему, около 70 или 80 тысяч долларов в семестр стоит образование, там, на режиссера, например. Да, очень дорого. Вот. И, значит, ректор у них выступал перед началом экзамена, все, кто туда пробились по конкурсу, вообще имели возможность сдавать экзамены. Вот он говорит, ребята, я вас поздравляю, вы лучший из лучших вот на сегодня, но вы должны иметь в виду, что только 2% из вас однажды увидит свое имя в титрах какого-нибудь кино. И из этих 2% еще только 1% увидит себя где-нибудь там, не водителем. Все остальные до конца жизни будут расплачиваться за кредиты по этому образованию. Просто имейте в виду, будет сложно. И это действительно так происходит. Где угодно. Ты можешь не платить так много денег. Да, но выхлоп и конкуренция примерно такая. Кино — это очень сложная работа. И не всякий с ней может справиться. Ну вот так получается, что сегодня все больше и больше возможностей попробовать это. Раньше люди не могли даже попробовать. Сегодня могут, и это позволит там открыть много-много специалистов. Конечно, возможность, доступность образования, доступность, я не знаю, технологий, оно позволяет человеку открыть себя. Многие люди страдают от того, что они просто не имеют возможности показать себя, сделать что-то, создать, заняться творчеством. Сегодня это возможно. И мне кажется, сегодня прекрасное время для того, чтобы люди могли обратиться к себе, попробовать что-то новое. И поделиться с миром своей любовью и талантами. Возвращаясь с того, с кого, можно сказать, мы сегодня начали наше интервью, майор Гром. Если его перенести из Санкт-Петербурга в Москву, какие бы это были места, да, и какие могли бы там происходить события? Я думаю, что в отличие от Петербурга, я бы постарался создать такой изумительный, идеальный мир, именно вот такой постсоветской архитектуры, сталинского вампира. Потому что, ну, город Петербург, он как город-музей существует, и в Москве это качество тоже имеется. Вот, я думаю, что не обошел бы сталинские высотки. Но есть еще очень интересные какие-то... Москва очень зеленый город в этом плане в сравнении. Петербург это просто, ну, каменная лысая башка. Вот, там действительно совсем нету зелени, но как-то канальчики спасают. А Петербург очень такой... Москва уютная в этом плане, зеленая. Не знаю, ну, точно бы сталинская высотка на баррикадной, она как-то бы там фигурировала на Красных Воротах. Не, на баррикадной симпатичнее. Да, и МГУ. МГУ, я думаю, что мы бы, ну, что-то там придумали с этим МГУ. Вот. Я бы не стал трогать визуально Кребль, мне кажется, потому что это такая вещь она специфическая, вокруг нее не по пляжу, она откуда-то вот совсем не из этой реальности. Я думаю, что я бы вдохновился именно сталинской архитектурой. Ну, кстати, «Мастер Магарита», знаете, такое кино выходило? Изумительно, как режиссер, господин Лакшин, как он поработал вот с этим пространством Москвы, недостроенной, которая вот была, планировалась Дворцом Советов и так далее. Мне очень нравится его решение архитектурное. Знаете, такая возможность в кино, а вот такой возможности больше, ну, нигде нету, игры-то, все другое. Когда ты в кино можешь увидеть, узнать свой город родной, свою понятную культуру, вот, ну, глазами художника и по-настоящему восхититься. По-настоящему восхититься. Так часто мы можем действительно как-то так через вдохновение посмотреть на то, что нас окружает. И кино позволяет это сделать, и мы занимаемся этим уже много лет вот в Петербурге. Пытаемся найти вот такой взгляд на него, который будет, ну, абсолютно влюблять себя. Мне кажется, у нас получается. Мастер и Маргарите так вот сделали с Москвой, и это очень приятно. Потому что, ну, наши города, они особенные, не знаю, там, Клининград, Казань. Все, что нужно, это оптика, нужен художник, который посмотрит на это, расскажет о том, насколько это действительно важно и интересно, о том, как именно мы можем себя любить. Спасибо, Олег, за такой интересный, энергичный и понятный разговор. Спасибо вам большое. Спасибо.